Дмитрий Борисович Тараторин. Отец – Антихрист. Дело Петра Великого. Книг о Петре Первом, 1000. Зачем это, скажете вы. И будете правы. Но ни одна из этих тысяч его личность не исчерпывает. И немногие рискуют назвать императора своими именами. Причем одновременно, как в заглавии этой. Петр – страшный человек, но он – великий человек. Он – загадка, и поэтому каждая из тысяч книг пытается ее разгадать, будь то научное исследование или роман. И эта книга – тоже исследование, но не научное, хотя автор – историк. Его метод не совсем научен. Это медитация, это погружение в ужас, из которого родилось величие России. И это вопрошание о его смысле – вглядывание в Отца Отечества, в котором проступают черты врага Христова. Но это не суд. Это расследование его дела. Преступая пределы. Петр – абсолютная аномалия. Такого не было в мировой истории. Взять и перевернуть в страну само сознание своих поданных. Превратить захолустное с точки зрения Европы, но немыслимо амбициозное царство, грезившее своей избранностью в мировую державу. Это подвиг? Или это преступление? Он переступал все пределы. С этим никто не поспорит. Но это маркер и героя, и преступника. Но вопрос не только в его личности, но в его деле. В его времена достаточно было крикнуть слово и дело, и человека волокли на дыбу. Это была формула-сигнал об обнаружении умысла на особу государя. Но его дело, ради которого он не пощадил собственного сына, не говоря уж о сотнях тысяч поданных, что это спасение России или столбовая дорога к пропасти. Федор Тючев, который призывал нас умом Россию не понимать, сказал, «Русская история до Петра Великого – одна сплошная панихида, а после Петра Великого – одно уголовное дело». Или не сказал? Или ему это приписывают? На Руси это любят. Но Петр действительно открыл дорогу произволу – переворотом, потрясением в перспективе самой революции. Славянофилы скажут, что так и есть. Константин Аксаков писал, он взглянул на Россию. Совершающая трудный путь самобытного развития, старающаяся усвоить все хорошее, но не переставая быть собою, медленно идущая вперед. Признающая народ всегда народом, не одевающая разврата в приличие и благоверность, вовсе не блестящая внешним блеском. Исповедующие перед гордой Европой – иные, неэффектные начала смирения и духовной свободы, глубоко верующие, тихо молящиеся. Показалось России Петру невежественную страною, в которой нет ничего хорошего, кроме доброго, отличного народного материала. Петр не усомнился разом осудить всю жизнь России, все ее прошедшее отвергнуть для нее возможность самости и народности. Красивая картина. Но разве она правдива? Как тогда ответить на недоумение Чаодаева? Неужели вы думаете, что если бы он нашел у своего народа богатую и плодотворную историю, живые предания и глубоко укоренившиеся учреждения, он не поколебался бы кинуть его в новую форму? И с другой стороны, позволила бы страна, чтобы у нее отняли реально ее прошлое и, так сказать, навязали ей прошлое Европы. Но ничего этого не было. Петр Великий нашел у себя дома только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова «Европа и Запад». Если мы оказались так послушны голосу государя, звавшего нас к новой жизни, то это очевидно потому, что в нашем прошлом не было ничего, что могло бы оправдать сопротивление. Самой глубокой чертой нашего исторического облика является отсутствие свободного почина в нашем социальном развитии. Отсутствие свободного почина, что это клевета русофоба, которого Николай I объявил сумасшедшим, или в этом нечто кроется? Нечто, что объяснит нам и Петра, и нас самих. Петр — это нервный узел нашей истории, это магический кристалл, глядя сквозь который можно увидеть смысл, или бессмыслицу, как прошлого, так и будущего. Больше того, Петр — это камень, на котором была основана империя, основан проект. Апостол Петр был таким для церкви, а ведь первого императора называли антихристом. Плаха. Как царь Петр нервный тик заработал. Петр десяти лет от роду столкнулся лицом к лицу со смертью. Это был максимально радикальный экзистенциальный опыт, предопределивший очень многое. Если не все. Этой смертью была сама русская стихия. Тот самый свободный почин, о котором говорил Чаодаев. Нет, это была воля, темная воля бессмысленного и беспощадного русского бунта. Через много лет брат Франца Лефорта, сподвижника и наставника юного царя, Жак так описывал Петра родственникам, вы знаете, что государь весьма высокого роста. Но встречается при этом неприятное обстоятельство. С ним делаются судороги то в глазах, то в руках, то во всем теле. Иногда он поворачивает глазами так, что видны только белки, не знаю, от чего это происходит. И это еще мягко сказано. Когда нечто выводило его из себя, припадок неистовства выглядел так. Мы проехали таким образом порядочный конец, как вдруг мимо нас во весь опор проскакал царь. Лицо его было чрезвычайно бледно, искажено и уродливо. Он делал различные страшные гримасы и движения головою, ртом, руками, плечами, кистями рук и ступнями. Тут мы оба вышли из кареты и увидали, как царь, подъехав к одному простому солдату, нежшему шведское знамя, стал безжалостно рубить его обнаженным мечом и осыпать ударами. Быть может, за то, что тот шел не так, как хотел царь. Затем царь остановил свою лошадь, но все продолжал делать описанные страшные гримасы, вертел головою, кривил рот, заводил глаза, подергивал руками и плечами и дрыгал взад и вперед ногами. Все окружавшие его в ту минуту важнейшие сановники были испуганы этим, и никто не смел к нему подойти, так как все видели, что царь сердит и чем-то раздосадован. Описанные выше страшные движения и жесты царя-доктора зовут конвульсиями. Они случаются с ним часто, преимущественно, когда он сердит, получил дурные вести, вообще, когда чем-нибудь недоволен или погружен в глубокую задумчивость. Нередко подобные подергивания в мускулах рук находят на него за столом, когда он ест, и если при этом он держит в руках вилку и ножик, то тычет ими по направлению к своему лицу, вселяя в присутствующих страх, как бы он не порезал или не поколол себе лица. Говорят, что судороги происходят у него от яда, который он будто бы проглотил когда-то, однако вернее и справедливее предположить, что причиной их является болезнь и острота крови, и что эти ужасные на вид движения, топания. Дрыганье и кивание вызываются известным припадком сродни апоплексическому удару. Это воспоминания Юста Юля, посланника Дании в России. И описывают они Петра, когда тому было далеко за 30. Сам Петр в те же годы признавался, что детский страх он так и не изжил полностью. От воспоминаний бунтовавших стрельцов, гидротечества, все удово мне трепещут. По мысли о том, заснуть не могу. Такова-то была сия кровожаждущая саранча. Так бунт подействовал на психику будущего императора. И, наверное, именно тогда он возненавидел старую Русь, которая в детском сознании запечатлелась образом кровавого хаоса. Когда в мае 1682 года скончался царь Федор Алексеевич, возникла чреватая бедой ситуация. Потомство тишайшего Алексея Михайловича от первой его жены Марии Милославской не отличалось крепким здоровьем. Федор мучился разными хворями, которые свели его в могилу 20-летним. У его брата Ивана со здоровьем дело обстояло не лучше. К тому же он явно и умственно был не слишком способен к правлению. Но это, разумеется, не стало бы препятствием, не будь у него весьма активного и сообразительного младшего брата Петра. Правда сводного. И это тоже многое объясняло. Наталья Нарышкина, мать Петра, была второй законной супругой Алексея Михайловича. Ее клан и попытался захватить власть. Заручившись поддержкой патриарха Иоакима, Нарышкины и их сторонники возвели на престол 10-летнего Петра. Но продлилось это его единодержавное правление чуть больше двух недель. Стрельцов, среди которых Милославские, клан родственников первой супруги тишайшего, давно вели агитацию, взбунтовали, распустив слух, что Нарышкины задушили подлинного наследника, царевича Ивана. И вооруженная толпа ворвалась в Кремль. Стрельцы ощущали себя воинской элитой, красой и гордостью Руси святой, хотя созданы были поликалом янычар. Иван Васильевич Грозный вообще интересовался турецким опытом. В лето 7058-го учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич выборных стрельцов с пищалей 3000 человек и велел им житьи в Воробьевской слободе, а голову у них учинил детей боярских. Да и жалования стрельцам велел давать и по 4 рубля на год. Постепенно они превратились в своего рода воинскую касту. И бывают в стрелцах вечно, писал Григорий Каташихин, перебежчик и первый западник за полтора десятка лет до описываемых событий. И по них дети, и внучата, и племянники, стрелецкие же дети, бывают вечно же. Эта клановость, разумеется, подпитывала в них осознание своей избранности и провоцировала дерзость. Дабы попытаться успокоить мятежников, Наталья Кирилловна вместе с патриархом и боярами вывела Ивана и Петра, первому было 16, второму всего 10, на дворцовое крыльцо. Перепуганные царевичи уверяли кровожаждущую саранчу, что им ничего не угрожает. Стрельцы растерялись. В толпу отважно спустился боярин Артамон Матвеев, очень близкий к Алексею Михайловичу человек, в доме которого он и познакомился с Натальей Нарышкиной. Опытный дипломат, некогда глава посольского приказа, он нашел слова и для буйных стрельцов. Напряжение, казалось, начало спадать. И тут проявилась роль личности в истории. Глава стрелецкого приказа, князь Михаил Юрьевич Долгоруков, буквально иллюстрируя мем про слабоумие и отвагу, вопреки тому, что у него незадолго до того был серьезный конфликт с подчиненными, внезапно решил вмешаться в ситуацию. Он обрушился на бунтовщиков с бранью и послал их в Слободы-Стрелецкие по месту жительства, что называется. Это мгновенно разрушило хрупкую возможность достижения компромисса. Взбешенные стрельцы сбросили ненавистного начальника на копья и тут же изрубили в куски. А следом пришел черед уже и Матвеева. Стрельцы, пролив первую кровь, уже не могли остановиться. Наталья Кирилловна вместе с царевичами буквально вцепились в боярина, пытаясь не выдать его на растерзание. Но стрельцы взъярились и были уже глухи и к голосу разума, и к мольбе. Боярина бросили с Красного Крыльца на площадь против Благовещенского собора и с таким своим тиранством, варварскими бердышами, все его тело рассекли и разрубили так, что ни один член целым не нашелся. Так описывал лютую расправу его сын Андрей, впоследствии один из подвижников Петра, в своих записках. Затем стрельцы ринулись в кремлевские палаты, искать, кого бы еще поднять на пике. Весь этот кровавый ужас происходит на глазах Петра, которого Наталья Кирилловна укрывает в грановитой палате. Никто в те часы не мог гарантировать жизнь ни ее, ни сына. В тот же день стрельцы растерзали стольника Василия Ларионова, думного дика той же фамилии, двух подполковников, Григория Горюшкина и Олимпии Юрейнева. Андрей Матвеев описывает сцену, достойную какого-нибудь лютого хоррора. Он и бунтовщики-стрельцы в тот же день, самовластно ходя и ища везде по всему дворцу. Увидели в одной комнате высокоименованной государыни царицы Карла прозвищем Хомяка, спросили у него, где он знает утаенных ее царицыных братьев на Орышкинах. И он в тот же час, именно в той же помянутой церкви, в алтаре под престолом схороненного среднего ее, царицына, брат Афанасия Кирилловича указал, как совершенный подражатель словом и делом древнему Иуде Искариоту. Кровопийцы те, как сущие звери, не устыдясь и не ужаснувся Христовой Святой Церкви, высшеименованного господина Нарышкина. В выхвате и вытащи его на папер той же церкви, бесчеловечно рассекли, и тело его оттуда, на площадь соборной церкви, с высоты ругательски скинули. Отметим для себя, что те, кого впоследствии будут представлять, как защитников исконности и старины, а значит, благочестия не проявили ни малейшего уважения, ни к самому сакральному пространству храма, ни к святая святых, алтарю. Расправы шли не только в Кремле. В городе были убиты еще несколько видных сторонников Нарышкиных. На следующий день кровопролитие продолжилось. Стрельцы заставили выдать им второго брата царицы, Ивана. Это было дополнительное унижение государыни и всего клана Нарышкиных. А потом последовала совершенно зверская расправа. Господина Нарышкина за волос ухватили и повели его со многочисленным своим сонмищем и с лютым бесчестием и ругательством через весь Кремль-город до самого застенка, называемого Константиновским. Здесь жестокими самыми истязав его пытками, вывели его, господина Нарышкина, из Кремля за Спасские ворота на Красную площадь. И тут, по своему обыклому жестокосердию, обступя в круг со всех сторон вместе, на копье выше себя подняв кверху и вниз спустя, руки и ноги и голову ему отсекли. А тело его с криком многонародных голосов своих по зверскому неистовству и по лютому человеку убийству на мелкие части рассекли и с грязью смешали. Кровавое буйство продолжалось еще пару дней. Затем по требованию стрельцов в Успенском соборе на царство были венчаны и Иван, и Петр. А родная сестра первого и сводная второго, царевна Софья Алексеевна, была провозглашена правительницей на время малолетства братьев. Кроме того, стрельцы решили зафиксировать свою победу установкой на Красной площади памятного столба, на котором были выбиты имена казненных имя бояр, и утверждалось, что кара их постигла вполне заслуженно. Это была, кроме того, фиксация их нового статуса вершителей кровавого правосудия, исходящего не из закона, но из их понимания правды. Альтернатива Софье Милославские своего добились, но они оказались фактически заложниками стрельцов и их нового главы, князя Ивана Хованского. Он был известен как опытный военачальник, однако носил само за себя говорящее прозвище Тараруй. То есть человек этот был гораздо пустословить, но в то же время за потоком словес скрывались хитроумные схемы. Он откровенно шантажировал правительницу. «Когда меня не станет, то в Москве будут ходить по колено в крови», намекал ей князь на свою незаменимость, утверждая, что только он может держать в узде стрельцов, которые решили, что они здесь власть. И тогда Софья совершает неожиданный маневр, который резко изменил ситуацию. Вместе со всем царским семейством она якобы выезжает на богомолье. И она действительно оказывается в монастыре. Но не в том, куда, как было объявлено, направлялась, а в троице Сергиевой лавре. Там ее интересовала не святость этого места, а его надежные стены. Теперь она становилась хозяйкой положения, потому что в случае созыва ею дворянского ополчения стрельцам было бы не устоять. Хованский осознал, что допустил крупный просчет, упустив Софью из-под контроля. Однако он не понял, какова степень и цена ошибки. Когда князь отправился к лавре на переговоры, он вместе с сыном Андреем был по пути, на ночлеге, схвачен людьми правительницы, доставлен в ближнее к троице село Воздвиженское, и там оба были немедленно казнены. Оставшимся без предводителя стрельцам не оставалось ничего другого, как покориться. Главой их был назначен дунный дьяк Федор Шекловитый, который сумел навести порядок и обеспечить впредь полную лояльность полков в Софье. Торжество Милославских привело к тому, что Наталья Кирилловна Нарышкина должна была вместе с сыном Петром, вторым царем, удалиться из Кремля в подмосковный дворец в селе Преображенском. И там Петр жил на Приволье. Образованием его особо не отягощали. Главной его забавой была игра в живых солдатиков. Князь Борис Куракин, который еще с детской поры был близок к Петру, так описывает его увлечения и занятия. «Поне же царь Петр Алексеевич склонность свою имел к войне от младенчества лет своих. Того ради имел всегда забаву и к церцицу военную. И начал с первоспальниками своими. А к тому присовокупил и конюхов потешной конюшни. И потом начал из вольных чинов шлихетства и всяких прибирать в тот полк. И умножил до одного батальона, и назывались потешной, которых было с 300 человек. А другой полк начал прибирать в Семеновском из Сокольников, и к ним также прибирать, и набрано было с 300 же человек. И первый назвал полк Преображенской, а второй Семеновской. И так, по-малу, привел себя теми малыми полками в огранении от сестры или начал приходить в силу. То есть со временем потешные стали совсем не шуточной силой, на которую Петр смог опереться в борьбе с сестрой, а затем и в своей месте Руси Бородатой. По сей день историки спорят о роли царевны Софьи и альтернативах развития страны, если бы она победила и определяла политику России вместе со своим фаворитом, талантливым и весьма образованным князем Василием Голицыным. После Петра очень сложно что-то постфактум прогнозировать относительно пути, по которому она повела бы Россию. Мы, впрочем, позже попробуем. А сейчас просто констатируем, что в любом случае для этого необходимо было переступить через труп Петра, а какие бы это имело последствия? Очевидно, что в стране, где с весьма условного окончания смуты прошло всего 70 лет, логично было бы ожидать такую армию лжепетров, что государство могло с ней вовсе не справиться. Поэтому Софья выжидала. Напряжение между ней и входившим в возраст братом нарастало. В этом противостоянии в ход шли даже весьма провокационные политехнологические приемы. Они повышали уровень взаимных опасений, но нанести удар первым никто не рисковал. Конечно, Софья гораздо проще было расправиться с Петром еще в годы его малолетства. Но опять же мальчики кровавые в глазах. Моральные, а главное, политические последствия подобного преступления, безусловно, страшили ее. А вот Федора Шекловитова, похоже, нет. Дерзкий глава стрелецкого приказа, как потом показало следствие, вел агитацию среди своих подчиненных против Петра и Нарышкиных в целом. Даже патриарх Иаким был в его черном списке. Правда, не на устранение, а на замену. Шекловитый и организовал провокацию, которая подтолкнула события. Под ячьей большой казны Матвей Шошин лицом и фигурой очень походил на дядю Петра, льва Кирилловича Нарышкина. И вот его обрядили в такой же белый атласный кафтан, какой носил Нарышкин, и он в сопровождении свита с подвижников поехал по земляному городу к Сретенским и к Мясницким воротам, где стоят стрельцы на караулах. И вот этих караульных Нарышкин начал хлестать плетью, выкрикивая, «Убили вы, братья моих, и я вам кровь, братья моих, отомщу!» Его спутники присоединились к избиению. А боярин кричал, «Бейте гораздо, не то им еще будет, заплачу им смерть братьев своих! Увидите вы все, что вам будет!» Разумеется, целью было вызвать озлобление стрельцов против Нарышкиных, чтобы использовать их потом для окончательного удара по юному царю и его родственникам. Причем озлобление это подпитывалось опасением, что Нарышкины им рано или поздно отомстят. Все эти интриги должны были разрешиться большим кровопролитием, но в итоге пролилась только кровь самого Шекловитова и его ближайших сподвижников. Михаил Погодин отмечал ни той, ни другой стороне, не убежденный в успехе, долго не хотелось начинать спора. Петрова сторона опасалась стрельцов. Софина не была уверена в их единодушии, подготавляла, подкупала. Обе, кажется, хотели выжидать благоприятных обстоятельств, надеялись на случай, чтобы нанести решительный удар, обороняясь, а не нападая. И вдруг события стали развиваться стремительно. 7 августа 1689 года в Кремле находят подброшенное письмо, уведомляющее о том, что потешные полки собираются ночью атаковать. Немедленно Шекловитый собирает несколько сот стрельцов, ворота крепости запирают. Но ничего мобилизованным бойцам толком не объясняют. Тогда несколько из них, решив, что их собираются использовать для нападения на Преображенское, что неудивительно, учитывая предварительную пропаганду Шекловитого, не желая участвовать в цареубийстве, отправляют гонца к Петру. Когда царю донесли, что стрельцы снова точат на него ножи, Петр не медлил ни минуты. 17-летний царь вскочил на коня и помчался в троице Сергиеву Лавру. Он знал, стены древней обители укроют его от убийц и на этот раз. И они укрыли. И Петр вскоре призвал всеверные ему войска явиться к троице. Несмотря на запрет Софьи, большая часть полков прислала свои отряды к монастырю. Вооруженные силы поддержали Петра. Причем самые разные, как стрелецкие полки, так и наземного строя. В частности, туда явились, в будущем, очень близкие ему зарубежные наемники, уроженец Женевы Франц Лефорт и шотландец Патрик Гордон. Так он и стал государем. Поддержка церкви в лице патриарха Иоакима у него уже была, а теперь он обрел и полновесный силовой ресурс. Шокловит и вскоре был вздернут на дыбу, пытан и казнен, а Софья отправлена в Новодевичий монастырь, но тогда еще не была пострижена. Однако страх, детский страх перед русским хаосом, так и остался недобитым. И это не была некая беспочвенная мания. Все далеко еще не кончилось. Когда через восемь лет Петр будет собираться в свое знаменитое Великое посольство в Европу, стрелецкий фактор опять напомнит о себе. Буквально накануне отправления в дальнюю дорогу два офицера стремянного стрелецкого полка Ларион Елизарев и Григорий Силин сообщили, что думный дворянин полковник Иван Циклер подбивает стрельцов устроить пожар и зная, что царь часто сам принимает участие в тушении возгораний, подстеречь его и зарезать. Циклер был родом из обрусевших иноземцев, принадлежал к числу активных сторонников царевны Софьи. Во время конфликта 1689 года он вовремя успел присягнуть Петру, однако доверия ему не было и его от греха подальше во главе полка отправили на строительство порта в Таганрог. Это его крайне оскорбило. Он жаждал отомстить за такое неуважение и привлек к заговору двух родовитых людей, также недовольных Петром. Один из них, Алексей Соковнин, был родным братом знаменитых раскольниц бояры Нефедосии Морозовой и княгини Авдотьи Урусовой. Обеих уморили голодом в земляной яме, когда Петру было еще три года. Но теперь он сам вошел в возраст и чинил вовсе непотребное. Боярин был крайне недоволен петровскими новшествами и в частности тем, что двух его сыновей царь велел отправить для обучения в еретические страны. Другой лиходей, Федор Пушкин, возненавидел Петра за то, что его отец, боярин Матвей Пушкин, был назначен воеводой в Азов, а это в его системе координат было порухой родовой чести. Ну и отправлять детей за границу он тоже не желал. Лучше царя на тот свет. Циклер говорил им, что проблема решается просто, государе изрезать ножей в пять. Позже на Дыбе все признали свою вину. Циклер дал такие показания о своих намерениях. Как буду на Дону у городового дела Таганрога, то оставит у службы с донскими казаками, пойду к Москве для ее разорения и буду делать то же, что истенька разен. В таких выражениях он агитировал против Петра. В государстве ныне многое нестроение для того, что государь едет за море и посылает послом Лефорта, и в ту посылку тащит казну многую, и иное многое нестроение есть, можно вам зато постоять. Перед казнью Циклер признался, что несколькими годами ранее сама Софья подбивала его убить брата. Петр лично присутствовал при пытках. Потом такое будет нередко. По итогам розыска он сам разработал церемонию казни. Она состоялась 4 марта 1697 года. Петр решил заодно поквитаться с умершим еще в 1685 году Иваном Милославским, которого он считал организатором кровавой вакханалии стрелецкого бунта 1682 года. По повелению Петра гроб покойного был извлечен из могилы, его поставили на сани, в которой запрягли свиней. Хрюшки подвезли гроб прямо под эшафот с таким расчетом, чтобы кровь казненных лилась на него. И она полилась. Циклера и Саковнина четвертовали. Над Пушкиным царь смилостивился, ему сразу отрубили голову. Были казнены и два стрелецких пятидесятника, участвовавшие в заговоре. Головы посадили на железные штыри, торчавшие из столба, поставленного на Красной площади. Трупы валялись под ним до июля. Это была не просто казнь, это вполне очевидно, было послание стрельцам и прочим ненавистникам Петра. Из него яствовало, Петр воспринимает все заговоры как единую цепь и больше пощады не будет. Но стрельцы не поняли. Поэтому психологически вполне объяснима бешеная реакция Петра на последний стрелецкий бунт, случившийся, пока он был в Европе. Известие о нем заставило царя отменить уже подготовленную поездку в Венецию, где он собирался, как и в прочих европейских центрах, вести переговоры об антиосманском альянсе. Вместо этого прямиком из Вены он помчался домой. Впрочем, по дороге пришло письмо, извещающее, что стрельцы разгромлены войсками под командованием верного Патрика Гордона. Пока царь уже не так спешно добирался до России, с зачинщиками разобрались. Показательная информация о бунте содержится в письмах, которые отправил Лефорту, служивший под его началом венецианец, полковник Джорджа Лима. В первом из них, от 23 июня, Лима писал, «Но Божьей милостью мы выступили навстречу проклятому сброду. Ваш полк, 600 человек, Преображенский полк, 600 человек, Досеменовский полк, 600 человек. И все три полка были у меня под командованием. Петр Гордон был лично с пятью сотнями людей. Мы встретили их далеко от Москвы, в 45 верстах, монастырь зовется Воскресенским, или вернее, Новым Иерусалимом. По тем, которые не хотели сдаваться, мы стреляли из пушек, и многих убили, а всех остальных взяли в плен». Во втором, от 8 июля, Лима уже рассказывал об окончании розыска над стрельцами. Суд над ними уже завершен, некоторые посажены на кол, 124-м отрубили головы, а остальных сослали в разные города под стражей. Так что порядок вернется, а я прибыл в Москву с тремя полками 6 числа сего месяца в добром здраве». Писала Лефорту и супруга. И из-за ее писем можно понять, какой ужас объял обитателей небольшой европейской колонии перед лицом русского хаоса. Она писала, «Каждый день мы в ожидании смерти из-за угроз со стороны нечестных людей, которые хотели всех нас перебить. Но по Божьей милости некоторые из них были наказаны, и я надеюсь, что Бог окажет нам милость, чтобы замыслы остальных были разоблачены до того, как они приведут их в исполнение. Вышедшая вперед наша армия еще не вернулась, и мы не знаем, когда возвратится». Международная повестка никоим образом не вытеснила из сознания Петра главного дела — добить, наконец, свой страх. И, вернувшись в Россию, он заявил Гордону, «Я допрошу их построже вашего». Из 17 сентября 1698 года начались непрерывные повальные пытки — дыба, огонь, кнут. С помощью этого инструментария царь желал выведать истинные намерения стрельцов. Каждому мятежнику были заданы одинаковые вопросы — хотели ли и немецкую слободу разорить и иноземцев, а на Москве бояр побить хотели ли? Царевну Софью Алексеевну к себе во управительство и мать хотели ли и по какой ведомости, по присылке ли от ней или по письму? И если бы царевна не пошла, кому бы у них быть во управлении? Кроме того, Петра интересовало, как бунтовщики поступили бы с солдатами Преображенского и Семеновского полков, а также каков был их умысел относительно самого царя и формы правления. Имеет ли его себе государем, или им жить было самовольно, или какой вор в начальнике им был выбран? Видим важный момент, царь опасается, а не было ли умысла вовсе воровскую власть учинить, то есть отречься от самодержавия, или они опять склонились на сторону какого-то нового самозванца. Фактически эти вопросы диктуются страхом смуты, которая вовсе не побеждена окончательно, а только загнана под пол, и оттуда то и дело вырывается с ножами и бердышами. Допрошена была и царевна Софья. Правда, беспыток обошлось, но теперь ее уже постригли в монахине и ужесточили режим содержания все в том же таком праздничном новодевичьем, который стал для нее местом пожизненного заключения. Ну а стрельцам стали рубить головы, а других вешать на бревнах, просунутых между зубцами белого города. Всего казнено было около 800 человек. И когда Петр лично отрубил головы пятерым стрельцам, он и хотел последним ударом убить свой страх. И убил смуту. Убил бунташний 17 век. Теперь он будет строить регулярное государство, в котором бунт должен давиться еще уровня умысла. Он стал воистину Петром, камнем, о которой разбилась прежняя Русь. После этого всем пришлось уже его самого бояться, как пришедшего на Русь антихриста. Государь не царь и не царского поколения, а немецкого. Когда были у государы не царевна Наталья и Кирилловна сряду дочери, и тогда государь, царь Алексей Михайлович, на нее царицу, разгневался. И когда приспел час ей родить щерь, и тогда она, государыня, убоясь его, государя, взяла в обмен из немецкой слободы младенца мужеско-полу из Лефортова дворца. Иона Кирилловец, дьякон чудового монастыря. Какой это царь? Он антихрист, а не царь? Царство свое покинул и знаете с немцами, и живет все в немецкой слободе, в среду и в пятку ест мясо. Иного антихриста не ждите, тот он антихрист. Крестьянин Старцев. Воззрение этих противников Петра нам известно благодаря делам Преображенского приказа и тайной канцелярии. Там были мастера, которые посредством кнута и дыбы развязывали языки самым стойким крамольником. Как царь Петр не стал славянофилом. На дыбе и под кнутом стрельцы признались во всем, что злоумышляли. Сергей Соловьев сообщает, что собирались они идти к Москве, разорить немецкую слободу и побить немцев за то, что от них православие закоснело, побить и бояр. Послать в иные полки, чтобы и они шли к Москве, для того, что стрельцы от бояр и от иноземцев погибают, и к донским казакам ведомость послать. А если царевна в правительство не вступится и покоих мест возмужает царевич, можно взять и князя Василия Голицына. Он к стрельцам и в крымских походах, и на Москве милосерд был, а покоих мест государь здравствует, и нам Москвы не видать. Государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами. Но вот что интересно, а если бы они победили, и правителем стал князь Голицын, что Русь, как и мечталась с славянофилом, пошла бы по пути самобытного развития? Совсем на то не похоже. За самобытное развитие стояли старообрядцы. Но в элите не было сколько-нибудь влиятельной партии, их поддерживающей. И это, собственно, неудивительно. Еще Алексей Михайлович мыслил себя всеправославным государем, а не только всея великие и малые и белые Руси. Историк церкви Антон Карташов отмечает. Теократическая идеология единого вселенского православного царя всех христиан толкала московских царей на пути сближения с греками и всеми другими православными. А доморощенная Москва, загородившая свое православие китайскими стенами, не пускала своих царей на вселенское поприще. Это значит, что столичные ревнители как раз помогали московским государям выбраться на вселенское поприще, провинциальные же огораживали их китайскими стенами. Провинциальные это прежде всего протопопы Аввакум и Иван Неронов, для которых целью было сохранение Руси как острова святости в океане Ересей. У нас в Москве есть удивительное архитектурно-мистическое воплощение этой идеи. Церковь Вознесения Господня в Коломенском, как считается, была построена в благодарение Богу за рождение Ивана IV, вошедшего в историю под именем Грозный. И вот он-то и велел пристроить снаружи на гульбище, примыкающий к алтарной стене храма, там, где никогда и ничего не сооружалось белокаменный трон. Не для себя знамо дело. Для него, для Христа, который во втором пришествии, конечно, должен прийти именно к нам в единственную праведную землю. А здесь для него и престол готов. А чтобы удостоиться сего, Иван и устроил всенародную чистку опричнину. Но амбиции второго царя из династии Романовых, Алексея Михайловича и его окружение были иными. Они уже в такую чисто эсхатологическую перспективу не особо верили. Они верили в то, что московскому царю надлежит возглавить всех православных в мировом масштабе. Впрочем, как только мысль о всеправославном господстве начинала глубоко продумываться, тут же возникал вопрос, а почему, собственно, государь московский не может и над прочими христианами-славянами воцариться. И речь шла, конечно, о ближайших и очень непростых соседях, поляках. В речи посполитой королей, как известно, выбирала шляхта. И первым, у кого возникла мысль баллотироваться, был все тот же Иван Грозный. Впрочем, надо отметить, что тогда эта страна еще не была такой жестко католической, какой начинает становиться при Сигизмунде, том, который с первым лжедмитрием дело имел. Там было еще немало русских и литовских православных аристократических семей. Например, смертельный враг казаков, князь Ерема Вишневецкий был первым в своей семье, кто принял католичество. Так что Ивану Грозному не казались его претензии чем-то с точки зрения веры предосудительным. Сейм, на котором решалась судьба страны, был более чем представительным. Более 50 тысяч шляхтичей должны были выбрать одного из следующего перечня блестящих кандидатов. Генрих Валуа, брат короля Карла IX, устроившего знаменитую Варфоломеевскую ночь эрцгерцог Эрнест Габсбург, сын императора Максимилиана II. Король Швеции Юхан III Ваза, Семиградский князь Стефан Баторий и, наконец, наш родной царь Иван Васильевич Грозный. Но надо думать, шляхтича прекрасно понимали, что их ждет в случае выбора последнего. Князь Андрей Курбский, который как раз в Речь Посполитую и сбежал от царя-батюшки, довольно красочно описывал там специфику его характера. Так что выбрали Генриха. Причем, интересный момент, в его свите был воспетый Александром Дюма в графине Демон Саро Дейбюси. И если бы Генрих вскоре не сбежал во Францию, чтобы занять освободившийся трон, Дейбюси имел все шансы проверить свое мастерство фехтовальщика в схватках с русскими в ходе Ливонской ТИС-войны-войны. Но эта неудачная попытка объединения двух конкурирующих славянских держав не сняла проект с повестки дня. И следующий заход был в смуту. В этом кровавом хаосе и по сей день для нас много неясного. Но очевидно, что суть была не в интервенции поляков, а в очень сложном переплетении интересов самых неожиданных сил, стоявших за видимой частью событий. Так, например, загадочный лжедмитрий I, который загадочен настолько, что мог быть вполне и настоящим царевичем Дмитрием, рассматривался частью шляхты, как, опять же, претендент на объединенный престол. Он же, кстати, первым из венчанных московских самодержцев стал называть себя императором. Так вот, участники Рокоши, мятежа, под водительством шляхтича Зебжидовского обвинили короля Сигизмунда в самодержавных поползновениях. А Дмитрия предполагалось в идеале сделать воистину императором объединенных речи Посполитой и Московии, где восторжествовали бы шляхетские вольности. Кстати, все это объясняет весьма прохладное отношение самого Сигизмунда к проекту Дмитрий. Он, похоже, изначально догадывался, что направлен он не только против московского царя. Потом, как известно, значительная часть русской знати и москвичей присягнут сыну Сигизмунда королевичу Владиславу. И он уже в 1618 году ходил на Москву лично, чтобы утвердиться на престоле. А большую часть его войска составляли православные запорожские казаки. Войти в Москву и свернуть первого Романова им не удалось, зато второй сам вернулся к идее объединения. Его сын-царевич Алексей Алексеевич прекрасно владел польским и латынью, чем очаровал послов Речи Посполитой. Всерьез рассматривался проект его женитьбы на племяннице короля Яна Казимира. Но царевич скончался в 15 лет, за два года до рождения Петра. Но если бы он выжил, если бы проект реализовался, вся история не только Восточной Европы, но и Евразии, и даже мира в целом сложилась бы иначе. Ведь европеизация России при посредничестве Польши дала бы совершенно иной результат, нежели тот, что получился по итогам прорубания окон Петром. Наш славянский народ весь подвержен такому окаянству. Везде на плечах у нас сидят немцы, жиды, шотландцы, цыгане, армяне и греки, которые кровь из нас высасывают. Презрению, с каким обращаются с нами иностранцы, укором, которыми они нас осыпают. Первая причина есть наше незнание и наше нерадение о науках. А вторая причина есть наше чужебесие или глупость, вследствие которой иностранцы над нами господствуют. Обманывают нас всячески и делают из нас все, что хотят, потому и зовут нас варварами. Такие вовсе не политкорректные строки, времена такие были, написал Юрий Крижанич. Хорват по рождению, католик по вероисповеданию и очередной проектировщик по призванию. Он, помимо прочего, пытался создать универсальный общеславянский язык на основе русского, а между делом придумал популярное и сегодня в определенных кругах слово чужебесие. Он прибыл в Москву с великой миссией убедить царя возглавить вообще всех славян любого вероисповедания. Ну и чтоб делать это было сподручней, поддержать унию православия и католичество. Уния на самом деле выбивала почву из-под идола русской исключительности. Кроме того, государь на Руси сам был фактически земным богом и папский контроль для него был абсолютно неприемлем. Панславянский проект был настолько неожиданным и даже шокирующим, что Крижанича быстро от греха сослали в Тобольск. Там он пробыл целых 16 лет. Впрочем, никто его не угнетал. Кормили-поили, а он писал невозбранно, что хотел. И даже, похоже, имел возможность переправлять свои сочинения на большую землю. По крайней мере, они точно были в библиотеке того самого фаворита царевны Софи князя Голицына, на которого уповали стрельцы. Он и сам, кстати, владел польским и латынью и никоим образом не был сторонником московской старины. Более того, именно при царевне Софья на природных и идейных русачков, как говаривал протопоп Авакум, старообрядцев обрушились самые жестокие за все время борьбы с ними гонения. По велению правительницы изданы так называемые 12 статей, указывающие, как расправляться с церковными диссидентами. Так, например, первая статья гласила, которой расколщики святой церкви противятся, и хулу возлагают и в церковь и к церковному пению и к отцам духовным на исповедь не ходят, и святых тайн не причащаются. И в дома свои священников со святынью и с церковной потребой не пускают, и меж христиан непристойными своими словами чинят соблазн и мятеж и стоят в том своем воровстве упорно. И тех воров пытать, от кого они тому научены, и сколь давно, и на кого станут говорить, и тех оговорных людей мать, и расспрашивать, и давать им меж себя очные ставки, а сочных ставок пытать. И которые испыток учнут в том стоять упорно же, а покорение святой церкви не принесут, и таких за такую ересь по трикратному указни допросу будет не покоряться, сжечь в срубе и пепел развеять. Прочие статьи развивали и детализировали способы искоренения раскола. Так что, в общем, и для Петра, и для Софьи было понимание неизбежности выхода России из святой изоляции. При этом, кто был беспощадник инакомыслящим, еще вопрос. Также оба знали, как неприглядно выглядят русские люди в глазах даже благожелательных иностранцев. Ни у немцев, ни у остальных славян, нигде на свете, кроме одной русской державы, не видно такого гнусного пьянства. По улицам в грязи валяются мужчины и женщины, миряне и духовные, и многие от пьянства умирают. Необходимо в этом государстве употребить какие-нибудь средства, чтобы поднять стыдливость против садомии, общественную трезвость против гнусного пьянства, правосудие против чиновников, о которых говорит Исаия. «Начальники твои, сообщники воров», так писал Крижанич. Его выпустили из России только при сыне Алексея Михайловича, царе Федоре, и он погиб под Веной, находясь в войске польского короля Яна Собесского, пришедшего спасти город, да и всю Европу, от османов. Но вплоть до смертного часа Крижанич мечтал вернуться в Россию, поскольку, при всех пороках ее народа, он считал его величайшим среди славянских. Вот только Петр не был чужд, мягко говоря, пьянству, а кроме того, опирался на ненавидимых Крижаничем немцев, а вот панславянская идея его не трогала вовсе. Собственно, если бы Петру кто-то что-то начал излагать про русский мир, надо думать, что в ответ в ход пошла бы его знаменитая дубинка. Собственно, по возвращении из Великого посольства он немедленно и начал яростную борьбу с визуальными проявлениями русского мира. 1700 год начался указом, который предписывал «Боярам и окольничим и дунным и ближним людям и стольникам и стряпчим и дворянам московским и дьякам и жильцам и всех чинов служилам и приказным и торговым людям и людям боярским на Москве и в городех носить платья венгерские кафтаны верхней длиною по подвязку а из подней короче верхних тем же подобием и то платье кто успеет сделать. Носить с богоявлений во дни нынешнего 1700 года а кто к тому дни сделать не успевает и тем делать и носить кончаясь нынешней сырной недели. Тогда же было велено брить бороды. Повторный уточняющий и разъясняющий указ появился 16 января 1705 года. Повелевалось чтобы все служилые купцы и посадские впредь всего его великого государя указа бороды и усы брили. А буди кто бород и усов брить не походит а походит ходить с бородами и с усами и стихомать конкретные и весомые суммы от 30 до 100 рублей. Крестьяне должны были платить по две деньги только при въезде в город. У себя в деревне могли ходить бородатыми безвозмездно. Эти меры конечно не могли не вызвать протеста как в форме глухого ропота так и демонстративного. Например отчаянный нижегородец с самым простым и распространенным прозванием Иванов явился в 1704 году в Москву и сам на себя заявил слово и дело чтобы сообщить на допросе. Пришел я извещать государю что он разрушает веру христианскую велит бороды брить платье носить немецкое и табак велит тянуть и потребовать чтобы государь велел то все переменить. Его запытали до смерти. Полное аудиоиздание а также электронная и печатная версия книги по ссылкам в описании. Озвучено с помощью iBooks.ru